Улица Полигонная, частный сектор. Заглубленный контейнер, по словам местных жителей, около месяца неисправен. Мусор все это время складируется рядом. Причем площадь своеобразной свалки превысила все разумные пределы. Ну, люди, живущие в ближайших домах, уже забыли, как выглядит машина по вывозу мусора. Мы полагаем, что за март и апрель можно не платить за вывоз мусора, раз услуга не предоставляется. Улица Томилинская. Здесь мусорная площадка, она же свалка, граничит прямо с образовательным учреждением и детской зоной. Буквально в двух метрах от песочницы разбросаны флаконы с неизвестной химией и протухшие продукты. Все-все видят и все молчат. И никому ничего не надо. Дела вообще никому нету до этого. Ну, голуби кушают и все. А так вонища. Здесь идешь, я на работу каждый день хожу. Вонища. И школа рядом. Антисанитария полная. А вот жители дома 26 по улице Волгоградской наконец дождались машину, которая должна вывезти мусор. Посмотреть на долгожданных коммунальщиков собирается весь двор. Правда, радость от этого была недолгой. Увезти все представители регионального оператора так и не смогли. Вот разлетается по всему этому. Птицы, вороны, мыши, ночные посетители, собаки. Все это растаскивается, все грызут. Главные вопросы, кто виноват и что делать, в большинстве случаев остаются без ответа. Разобраться в сложной ситуации пытались в прямом эфире ОРТ гости программы «Обратная связь». Региональный оператор уверяет, что отвечает только за вывоз ТКО. В администрации города полагают, что большинство площадок на сегодня бесхозные. Их, поясняет по телефону председателя Оренбургского городского совета Ольга Березнева, должны взять в аренду управляющие компании, причем без взымания дополнительной платы. Решать, платить за содержание контейнерной площадки или нет, будут сами жители. Потому что тот тариф, который существует на содержание общедомового имущества, он уже есть. И мусорные площадки всегда убирались дворниками. Как в итоге разрешится ситуация, пока непонятно. По последним данным, только в областном центре на сегодня более ста неисправных заглубленных контейнеров. Еще почти у 400 мусорных площадок не установлен владелец. Вячеслав Кампе, Владислав Горбунов, Маргарита Бакирова. Новости дня. Длинная длина.